Ребят, привет всем! Огромный обзор будем делать на видео с Амбелла Адамяна, как вы и любите, и ждёте всегда от меня. Но в самом начале, девочки, скажу вам новость. Для меня это было открытием. Я этого не знала. Вот такие вот события происходят. Понимаете, стоит только произнести несколько слов. Оказывается, мои зрители знают буквально всё. Ребят, вчера нарыли мне кучу информации про тот номер телефона, с которого мне писали угрозы, про Аллу Ковальчук, да? Ну и потом, девочки, мне поскидывали столько инсайдов. Я её не слушала и не знаю. Но новость я вам эту объявлю. Да, Ковальсучка, я же обещала теперь держать тебя в таком теле в ежовых рукавицах. Поэтому расскажу и ответы дам на ваши вопросы, которые вы мне задавали. Я говорила, я не знаю, девочки, у меня нету информации. Почему Алла Ковальчук разосралась со своей соседкой, ближайшей подругой Ларисой, если помните, у которой вот недавно погиб на войне муж Сергей, да? Казалось бы, у человека такое горе, женщина осталась одинока. Но вот почему Лариса обиделась на эту Ковальсучку, потому что вот эта вот недостойная, непорядочная семья, они имели наглость и смелость просто поиздеваться с этой Ларисой и с того горя, что у неё произошло. Димасик, Ковальсучкин сын, сказав, чтоб чё ему не жениться, девочки, такая богата невеста рядом пропадает. Лорик, государство ж за убиенного супруга 15 миллионов отлистало. Теперь Лариса стала богатенькой вдовой. Вот теперь можно жениться, да, там грошики в дохера, га-га-га, як смешно. И ржала Ковальсучка вместе со своим достойным сыночкой в два горла. Ладно, пржали где-то втихую, чтобы никто не видел и не слышал. Ребята, они всё это сняли на камеру и выложили. Ну, скорее всего, Лариса это всё посмотрела. А если не посмотрела, то Ларисе доложили. Как можно относиться к такой подружке, Ковальсучке, да? Соседка, вот она, через забор рядом. Вы вообще представляете, нутро этого человека. Я про сына молчу. Там все платы погорелы, там всё понятно, как бы. Мы с вами выводы сделали. Там не с кого спрашивать. Но ты, ты, гнилая твоя душонка, как ты можешь надсмехаться над таким горем? Как ты можешь вообще юморить? У Монти Масика такое зараз романтичное настроение. Романтик. Ребята, вот это всё хмельной угар, не знаю от чего, чи от алкоголя, чи от наркотин, это сейчас у мамки Ковальсучки называется романтическое настроение сына. Понимаете? Ой, он сейчас погулять ходит с хлопцями. Там девчата, романтик. Я его дуже розумію. У нас таки відносини с сыночком близькі. О тій шубі. Це я, чтобы вы знали. Шуба – це я, девочки. Її не снилось. Він у мене такий романтик. Романтик, ребята. Подождём. Время всё расставит на свои места, девочки. Вот в этом я убеждалась не один раз. Ну а сейчас поговорим про такую грандиозную новость. То, что мы с вами много-много лет твердили, говорили в сяпке. По поводу сахара, мамаши. Та поставь ты камеру. Та поставь. Та будеш бачить. Шо твоя мать ест? Она ж тебе врёт. Она тысячу раз делает эти перекусы, которые ты ей, Самвел, запрещаешь делать. Поэтому сахар шкалит. Та это ж проще пареные репы. Ну, ребята, севка – вообще придумкуватый хлопчик. Я думаю, шо там вообще всем процессом руководил никто иной, як мозг этой идеи. Бубочка наша, киця бабина. Ах, кока Ситник. Він вумный та розумный. Він пришёл под прикрытием Самвелки сюда, в квартиру на Планетной, до мамки Хирянки. И пока Севка на кухне, там, занимав свою маму разговорами-балачками, выгребав там последний холодец с корыта, Ситник времени даром не терял. Він в комнате, як оказалось, підключав видеокамеру. А, вот оно что! А я в своём предыдущем обзоре, ребят, только вам говорила. Помните? Думаю, шо он же ж вообще не появлялся к этой шупичке Татьяне Васильевне. У него не было желания ни её слушать, ни её видеть, вообще не ходить в эту забздяну конуру. Нафиг оно ему надо слушать про эти прокладки-стянки. Забил болт в наглую уже, да? Сказал, не пиду, всё, не хочу. И тут вдруг нарисовался. Думаю, чего бы это, девочки? За спиною у шупички устанавливали камеру. И здесь у меня вопрос, конечно же, Васник. Чого в комнате? Чого не на кухне? Зачем в комнате устанавливать камеру? С какой целью? Если ты, Сявка, хотел действительно выяснить главную причину, почему у матери скачет сильно сахар, такие перепады, и бывает, подскакивает там 11-12, да, вот сейчас она говорит 11, там с чем-то у неё сахар. Ты хотел выяснить, ты на самом деле хочешь сохранить её здоровье. Если ты серьёзный человек и правда заботишься про маму, то на кухне поставь, ну десь притулы ей эту камеру. Баба шупа незаметая, воно далёкое, воно ни черта не соображая, не понимая, можно десь было на холодильнике сверху, где-то на навесном шкафчике где-то сверху поставить, в жизнь бы она его не увидела. Конечно, не на столике, здесь прям под носом. И ты бы всё видел и понимал. А так, девочки, смотрите, что получается. Он установил эту камеру в комнате. Да бабуся, ну, проводит свою жизнь. Ну, так же протекает жизнь в этой одной комнатёнке. И, ну, ёлки зелёные, ну, это как-то ненормально, непорядочно. Получается подсматривать в замочную скважину. Ну, зачем? Ну, вот с какой целью ты будешь подсматривать? Як баба трусы изнимает, як вона встялась, як вона всралася, як вона гаменечко мыя на полу, да? Як вона ноги раздвигает, почухманки эти робить. Зачем это? Ну, это личное пространство человека. Ребят, чтоб мы про неё, про эту шу пиздру не говорили, но она живой человек. Ну, я так понимаю, правильно? Ничего криминального такого я не придумала, не сказала? Нет. По факту, какая бы ни была, повторяюсь я, это её право жить в своей квартире и чтоб за тобою 24 часа в сутки подглядывали, шо? Для чего? Я тут не поняла. Мало того, что сам. Ладно, Севка, родной сын, мы с вами, уже наблюдая за ним столько лет, девочки, прекрасно понимаем, вот если совсем серьёзный разговор, шо он уже в своей жизни видел, перевидел, ребята, вот всё, что нужно и не нужно. Уж он эту мать с детства видел, я думаю, в любых позах, и в позе бегущего оленя, и кукурузницу, и наездницу, и кого хочешь. Поэтому у него такое отношение и к матери, и к женщинам, и отвращение. Мы с вами эти темы очень много раз обсуждали. Уж ничего такого нового именно сам Самвел не увидит. Ладно, хрен с ним, хотя это вообще непорядочно, недостойно, это недопустимо, но я так считаю, я уверена, что вы со мной солидарны, вот абсолютно. Но тут же, ребята, другой вопрос. Тут рядом, оказывается, кокачка наблюдает в камеру за этой же шубочкой, показывает кадры севка без света. У себя на Карла Марла в апартаментах, у багатой обстановке, у картинах весь лежит барин. Сам Самвел и Дамян, собственно, персона. А тут под крилышком щось там попискує. Ни-ни-ни-ни, та Самвел, та переста, та мені жак, Самвел, не надо. Що це таке? Ніхто іной, як Митрофанушка. Пригрілося, тепло, сухо, уютно, дорого-багато. Це Митрофанушка полюбляє, девочки. Оце його жізел. Ні-ні-ні, пардонте, це не мій жізел. А вот це мій жізел. Самвелка. Ой, ти мій будеш навеки, на всю жість. Не предам тебе нікогда, Самвелка. І Кокочка тут же, ребята, наблюдає за матір'ю чужой, шо і коментірує. Свет виключили. Інтімна обстановочка. Ну, впору порнушку подивитися, так вони її і дивляться. Тільки трохи в ізвращеній формі. Старуху на екран вивели крупним планом. І вдвох хіхікають, наслаждаються. І ще і здіваються з мамаши. Мама! Мама! Баба Таня глуха. Ми з вами це прекрасно всі знаємо. Дівочки, на часах дивлюся осівки. Без чотирьох минут два часа ночі. Чувіха не спить. От спрашується, якого ти не спиш? Ти старий чоловік. Здоров'я нету. Ти должна бути уставша. А вона, дівочки, днем видрихне. Понимаєте? А ночі у неї гаса гуляля. Взяла пульт. Як врубала той телевізор, той телевізор, а рід розривається. Як мені завжди жалко того бідного, нещасного пусіка. Боже ти мій, боже мій. Сосіді, я не знаю, чи є у неї через стінку, у сосіді чи немає. Але якщо там якісь люди проживають, дівочки, я не знаю, я б вже якось приструнила, щось би, замічання зробила. Якщо люди не реагують, я б вже заявлення написала. А як можна жити? Під низом так само. Ну які в Хрущовці, перестінки, там вже все на світі чуть. Хіба це так можна себе вести? Ти ж не в сільській хаті. Що одна хата, от другої, там по 500 метрів, по кілометру між дувами, в степу десь у вас в Дмитровкій стояли. І тебе ніхто не чує. Скворішник, людей куча кругом, два часа ночі, людям утром на роботу. Що ти робиш? Мені їй плівать. Вона взагалі срати на вас на всіх хотіла. Хто скажіть мені, будь ласка, повірить тепер на мінутку, шо баба Таня голодала ціли сутки. Даже більше суток, девочки. Більше ж суток, получается, да? Бо ввечері поїла, і це аж на слєдущий день, цілий день вона не їла, і ніч не їла, і потім аж на слєдущий день, аж скільки там, в 10 утра, представляєте, скільки це? Полтора суток. Хто в це вірить? Підніміть, будь ласка, руки. Брехуха страшна. Сівка, я не знаю, он їй вірить? Или просто делает вид, що он їй довіряє? Ні, мама не бреше, ні. По ній видно, коли вона бреше. Мама не обманює. Ну шо, мама? Ну терпімо, да? Можна поголодати сутки? Да, синок, терпімо. Чувіха в 2 часа ночі. Понимаєте, не спить, шльон драє по хаті, і тут такий кадр. Заходила вона сейчас із кухні в цю комнату, в зубах ковиряється, зуби облизує чи губи облизує. І бреше сівки. Я в туалеті була. Я була в туалеті. Каже, мама, ти їла. Ну вона даже, дівочки, не очень активно йому перечить. Ну потому що, понимає, прекрасно, що спіймали на гарячим, що він її виведе на чисту воду. Все равно брехня вспливе, завтра сівка прийде, посчитає ті лодки з холодцом, і прекрасно пойме, що вона жрала ночі. Вона не сопротивляється даже, понимаете? Но як надо заботиться про здоров'я любимої матері, щоб в два часа ночі отак от її лякать? Мама! І це з камери доноситься, з мікрофона. Вона ж шукає глазами, головою крутить-вертить. От куди це? Що це таке? Вже й телевізор притишила. Телефон бере, до вуха приставляє. Мама! Ну, наконец-то. Розібралися, сівка об'яснив їй, що це камера стоїть. Здався тут же в первый раз. Ну і зачем ти їй все об'яснив і розказав? Для чого ти тоді ту камеру устанавливав? Не треба було, треба було недельку понаблюдати. Ну, только я хочу повторитися, ребят. Не треба эта камера в комнате. Ну, пусть старуха чувствует себя свободно, хотя бы в этой одной комнатенке. Ну, шо ж подглядывать за ней, за всеми этими неприглядными, непристойными, інтимными подробностями старого человека. Ну, в кухні поставь, якщо тебе цікаво, именно прием пищи, количество, сколько раз, да? Шо она тебе обманывает, ти хочеш вивезти её на чистую воду. Ну, перестав, зачем в комнаті? І ще й кокачки давать повод, ржать, сміяться і наблюдать, коли захоче тепер, даже без самвела, кока може легко включать і дивиться, наблюдать, шпіонить за хірями. Це ви вважаєте нормально? Ну, як так? Ну, як так? Там коментарий я почитала, девочки пишуть, бессовісні, тоже там в негативном ключі, отзываються і кажуть у себе, поставте камеру, у себе сявка, в своєй спальні супружеской, с кокочкой, а ми будем за вами наблюдать. Не хочеш так зробить? Ребята, ну, дійсто, ну, ёлки зелёне. Ну, при чём тут її діабет, прийом пищі, до того, що ти будеш за нею слідкувати 24 часа в сутки? Ну, це разні вещи, абсолютно разні. Чи якесь недоумкувати, чи спеціально може, понімаєте, як я вже і догадувалась, може хоче слухати телефонні розговори з педічкою, про що мама буде розговарювати, що там педик буде розказувати. Тому що освіжити треба, як-то канал, контентик. Це все треба зробити. Але ви ж не забуваєте, да? Я вам акцентирую внимание ваше і делаю таке ударення. Кока купившу одну камеру і приніс папі Андрюще. І Света так бодренько сказала, будем, баба Оля, за вами наблюдать. І будем записывать, що ви зробили, що ви сказали і як ви сказали. Прям так в лицо сделала заявлення Ольги Леонтьевне. Так що, дівчі, я думаю, нас з вами ждет ще ооочень увлекательне путешествие в жизни Ольги Леонтьевне і Ситников на ігрені. Звуком дуже сильно у Свети. Як Света сказала, так Андрюшка і сдела. Андрюшка прямо такий світин мальчик, світин мальчик, буду рвати на собі тільняшечку. Про маму якось. Ну, то таке. Мама всіхда виновата. Мама сама погана, мама всіхда виновата. А тут, ну, Светланка. Так що, втора камера, не забувайте, поставлена на ігрені, ребята. Ви знаєте, піталася я как-то там немножко сейчас сглаживати углы і юморити, але хочу вам сказати одно. Посмотрела я вот це все і думаю, господі боже мой, не дай Бог такої старости. Вроди в тепле, сытая. І одна старушка, і другая. Вроди все доступно, і лікарства, всякі якісь ділікатеси, і вип'ять, съїсть, закусіть, якісь тряпочки їм дарять, купляють, не голі, не босі, не в холоді сидять, да? А вот просто, не дай Бог, от такої старости. Я никому із вас не пожелаю, себя включаю. Вот так під микроскопом, як таракана тебе, будуть наблюдать, а потім ще й виставлять на суд Божий. Як ви считаєте, це достойно поведення дітей? І сытників дітей, і сівки, як сіна. Це такі заботливі дітки, котрі так любят родітей, холять, лілеїть. І такі діфирамбі там співають, сытникам. Дуже хочу, дівчонки, почитати ваші коментарії, що ви скажете, що ви напишете. До скорих встреч, дітей, пока! Дякую!